Салам Астаму Хрумету от Андастар Здравствуйте, уважаемые соотечники Вчера по средствам социальной сети было распространено видео из Ахтал когда представитель похоронных служб, ритуальных служб женщина подробно рассказала, какое количество смертей регистрируется в городе Ахтал Я хочу сказать, что в городе Ахтал живет порядка 300 тысяч человек и вот представители ритуальных служб сообщают, что в день им приходится хоронить около 50 человек вот представьте, такой небольшой город около 300 тысяч человек там проживает но при этом официальная статистика говорит, что за весь период с момента регистрации вообще коронавируса в Казахстане то есть приблизительно с середины марта, якобы погибло чуть более 400 человек то есть вы понимаете, что официальная статистика просто нагло лжет когда многие из вас задают вопрос, как же так получилось, что была в общем-то относительно благополучной ситуации и основная часть вообще не верила, что вообще существует коронавирус придумывали разные теории заговора, говорили, что казахи просто хазы едят потом говорили, что вот противооспы всякие разные прививки делают и это не как, скажем так, ну одним словом мешает развитию коронавируса придумывали разные аргументы, но в итоге в июне все это неожиданно взорвалось огромным количеством смертей, тотальным заболеванием ну и мы должны понимать, что причина этому всего, в первую очередь, ложь ложь Министерства здравоохранения очевидно, что правительство знало знало, что идет методичное распространение по всем регионам страны знали, что в больницах находится немало людей знали статистику смертности не зря Токаев все время говорил, что надо ждать вторую волну, вторую волну это все он говорил на фоне благополучного восприятия что якобы коронавируса в нашей стране нет на самом деле, когда стало невозможно это удерживать эту информацию, буквально все взорвалось с разных уголков страны люди начали снимать в социальных сетях, показывать, как умирает их близкие при этом они умирали совершенно с другим диагнозом не от коронавируса кто-то от пневмонии кто-то от сахарного диабета якобы кто-то от сердца в общем, одним словом, какое-то время этот режим прятал прятал реальную информацию и когда стало ее невозможно удерживать все взорвалось и у вас создалось впечатление, что вот только в июне буквально произошла мощная вспышка на самом деле, конечно же, это не так все это развивалось ранее другой вопрос, что тот самый карантин, который объявил режим Назарбаева это был на самом деле не настоящий карантин вы видели огромные очереди в банках, в акиматах, в сонах вы видели, что наш народ пытался получить 42 500 тенге и это бездарное правительство никак не могло обеспечить чтобы люди могли получить эти средства не стоя там в этих длинных очередях многотысячных, фактически без масок и, собственно, все это и привело к этому кризису, который сейчас происходит в нашей стране и сегодня опять же распространилось видео когда российские врачи заявили что на самом деле пневмония это следствие развития коронавируса и как бы этот режим не врал и тем более всем нашим гражданам было понятно что это никакая не пневмония, а коронавирус у которого признаки единые, стандартные все определяли это а власть молчала ну вот представьте себе что если в таком небольшом городе, как Ахтав умирает около 50 человек рядом еще есть город Жаназень я там постоянно получаю информацию что там тоже ситуация критическая, больницы заполнены нет кислородных баллонов, нет ИВЛ что люди мрут и основная часть населения просто не попадает в больницы они во-первых боятся больницы считая, что там не будет за ними ухода более того, что именно там они и погибнут что показывает практика, что действительно такое есть и если в таком городе, как Актау погибает в день до 50 человек то в Алматы численность которого реально свыше 2 миллионов ну просто умножим на 7 то есть около 300 человек должно погибать только в одной Алматы а где-то по 150, по 100 это Алмата, Астана и Шимкент где живет свыше 1 миллиона человек то есть вот так на вскидку уже видно что около 500 человек просто дают буквально 4 города на самом деле ситуация очень опасная и видно, что людей, которые погибают от коронавируса реально больше тысячи сутки а не 400 с чем-то за все время развития коронавируса это мы все должны осознать я убежден, что в нашей стране не меньше 1000 человек ежедневно погибает от коронавируса хочу вам привести такую статистику что в Испании в Испании, которая наибольшая среди других стран Европы пострадала 47 миллионов человек живет так вот там гибло свыше 800 человек в сутки я уверен, что мы уже обошли Испанию потому что даже показатели одного города показывают, что ситуация катастрофическая и вот сегодня стало известно что Кыргызстан в частности принял решение 17 июля считать, что пневмония та же самая болезнь коронавирус и вот посмотрите, что сразу случилось со статистикой Кыргызстана если до этого они регистрировали буквально за все время тоже менее 20 человек у них было число погибших от коронавируса то только за один день вдумайтесь только за один день Кыргызстан зарегистрировал 83 случая, когда люди погибли от коронавируса ну вы прекрасно знаете, что Кыргызстан тоже не так, чтобы сильно благополучная страна там тоже врут там тоже подтягивают статистику и вот тем не менее в Кыргызстане зафиксировали 83 человека смертности именно зарегистрировали 17 июля и численность погибших фактически возросла в 5 раз в 5 раз задумайтесь население Кыргызстана меньше, чем в Казахстане в 3 раза то есть, если вы 83 человека например, автоматически умножите на 3 то наша статистика должна показывать сутки по самым скромным оценкам 250 человек а что мы видим? что за 4 месяца якобы чуть более 400 человек погибло от коронавируса вы понимаете масштабы лжи? к чему приводит эта ложь? это приводит к тому, что правительство и министерство получает неправильные цифры они как бы самоуспокаиваются именно поэтому за период карантина правительство не сделало никаких действий не приобрело в достаточном количестве лекарств и препаратов не приобрело необходимых аппарат ИВЛ вообще ничего не было сделано а когда им начали поступать реальные цифры то тогда начало правительство панически просить деньги у населения и делать попытки приобрести аппараты ИВЛ, лекарства но уже многие люди просто потеряли жизнь благодаря вот такой лживой политике и потом вот те самые койко-места о которых сказал Хасмажимар Такаев что якобы нужно за один месяц увеличить число койко-мест на 50% он же опять исходит из лживой статистики о числа заболевших коронавирусом а теперь если Казахстан примет решение немедленно в стат отчетности учитывать что заболевшие пневмонией это тоже самое коронавирус вы понимаете будет совершенно другая цифра и умерших и другие цифры нужно в больницах по койко-местам и очевидно что наше здравоохранение даже если сейчас немедленно влить в него десятки миллиардов долларов десятки миллиардов долларов то есть пятилетний бюджет из страны именно в области здравоохранения это никак не поможет больницы быстро не построишь все быстро не организуешь врачей быстро не наберешь не научишь их придется откуда-то из других стран привозить то есть это не поможет поэтому правительство Казахстана приняло решение что учитывать болезнь пневмонии как коронавирус как единую болезнь они будут только с 1 августа а почему не 17 июля как сделали грызы потому что в этот момент статистика покажет ужасающие цифры покажет что у нас тысячи погибших и мы займем первое место в мире по количеству заболевших на 100 тысяч человек или на миллион человек до последнего момента мы занимали 30 место в мире с численностью 63 тысяч человек заболевших коронавирусом впереди была Белоруссия 65 тысяч но вы теперь понимаете если наша статистика начнет правильно все учитывать количество заболевших коронавирусом у нас будет порядка 300 тысяч человек и тогда Белоруссия останется далеко позади и мы войдем в первую тройку или даже пятерку может быть стран рекордсменов по количеству заболевших людей в мире мы обгоним и Россию, и Китай, и любую другую страну впереди нас может быть только будет Соединенные Штаты Америки и Бразилия вот на самом деле какая реальная ситуация в нашей стране и власти вместо того чтобы опять говорить правдивые цифры соответственно принимать адекватные решения какие средства вкладывать что мобилизировать как вовлекать армию потому что когда у тебя будет официальные правильные данные это дает тебе возможность правильно действовать но и в этот раз режим не идет на эти шаги в отличие от кыргызов поэтому вы все должны понимать что такие действия по сути приведут к тому что будут люди гибнуть дальше они будут продолжать не будет хватать лекарств врачей безусловно и сейчас не хватает то есть фактически мы видим вроде такая говорит что мы должны получить справедливую статистику мы не должны лгать но в реальности они принимают решение чтобы учет заболевших как коронавирус был с 1 августа а для чего решим опять надеяться что до 1 августа произойдет спад люди будут находиться на карантине а с 1 августа они будут не будут учитывать те кто болел в июле видите опять манипуляции цифрами но на самом деле понимаете это отчетность и вот эти красота цифр ничего не даст это только приведет к тому что тысячи людей погибнут я сегодня обозначил и назвал эфир буквально тремя словами называется ждать нельзя бороться и задал вопрос где поставить запятую или точку ждать точка нельзя бороться или ждать нельзя точка бороться у нашей нации сейчас стоит выбор я знаю что во многих регионах страны практически везде существует паника люди боятся коронавируса многие находятся в паническом состоянии без средств существования мы все знаем что это правительство объявило о помощи непонятно кому 42 500 тенге и пока его люди получат многие просто умрут с голоду или просто будут испытывать ужаснейшие проблемы мы видим что это правительство не помогает и не будет помогать при этом опять же по их отчетность они заявляют что общих резервов в стране валютных порядка 90 миллиардов долларов и казалось бы ну что стоит Назарбаеву эти деньги просто инвестировать в страну помочь людям он же не делает этого я много раз говорил что он воспринимает этот национальный фонд который называется национальный фонд благосостояния народа казахстана он воспринимает как свой личный карман и он не хочет оттуда деньги распределять среди граждан которых которым эти деньги принадлежат по праву собственно именно поэтому вы не можете купить лекарства вы не можете нормально питаться вы не можете оплачивать свои коммунальные услуги и помимо всего прочего вы потеряли работу и вы не знаете что делать дальше вы напуганы у вас паника что делать в этой ситуации действительно ждать нельзя бороться или ждать нельзя бороться так вот уважаемые друзья я хочу сказать что 30 лет ждали говорили что против правительства нельзя идти говорили вот что 20-30 у него программы есть через 30 лет будет хорошо придумывали разные оговорки сейчас люди говорят нет сейчас пандемия карантин давайте подождем кто-то говорит да надо быстрее всем жертвовать пока правительство примет решение эти деньги выделит на поддержку населения на здоровье населения мы умрем с голоду или помрем от коронавируса и вот давайте будем сами действовать и будем свои деньги раздавать но все это я как я говорил не даст никакого результата потому что масштаб проблемы огромный и эти проблемы может решать только государство которое собирает налоги со всех граждан обладает большими ресурсами и возможностями я даже не говорю о личном капитале Нурсултана Назарбаева его зитьев его капитал оценивается свыше 200 миллиардов долларов это как минимум 7 годовых бюджетов страны не говоря о том что миллиардерами его являются ближайшие родственники зитья братья и так далее они сидят на огромных потоках потоках денежных средств и миллиардами продолжают зарабатывать даже в условии коронавируса и вот если мы понимаем что эта политическая верхушка не намерена помогать нашим гражданам я думаю что для активных людей остается единственный выход единственный выход бороться ждать нельзя бороться и мы демократический выбор Казахстана предлагаем единственный способ чтобы нация выжила это действие действовать нет мы не призываем вас сейчас прям немедленно выйти на митинг мы прекрасно понимаем что новые митинги должны быть хорошо организованы мы должны быть уверены что на эти митинги придут организованные команды которые выведут десятки тысяч людей на улицы что в конец счете придет падение этого режима мне сегодня некоторые люди пишут хорошо мы создадим ячейку из пяти человек выйдем на связь с вами да хорошо вы создадите тысячи ячеек и общая команда например в Алма-Ате или в Астане будет пять тысяч человек и эти люди будут способны привести по пять или десять человек на эти митинги на которых мы призовем после того как организуем эти ячейки и меня спрашивают а не будет ли так что например пятьсот ячеек это будет ячейки комитета национальной безопасности но пусть будет пятьсот эти ячейки они общаются только со мной и с представителями штаба которые находятся в Киеве ячейки мы между собой не знакомим что они узнают эти КНБшники они узнают то что и так будет известно мы как минимум за две недели объявляем день и время митинга мы обозначаем место это не является секретом в чем будет сила нашего успеха сила нашего успеха будет заключаться в следующем нас должно быть много как минимум несколько десятков тысяч человек в этих крупных городах полиции максимум пару тысяч ну в Шемкенте например всего лишь тысяча в Алмате и в Астане их реально менее трехсот трех тысяч человек что они могут сделать против нескольких десятков тысяч протестующих ничего вы же видели в Хабаровске как эти полицейские просто шли сбоку небольшой колонной их практически не было видно на фоне десятков тысяч протестующих поэтому что узнают эти комитетчики в ячейках дату митинга время день место но это будет знать все будут разговаривать с Мухтаром Блязовым не проблема и со штабом мы никого ни с кем не знакомим и все что получат эту информацию они получат которая является общедоступной ну и потом вы 500 человек точнее 500 ячейк умножите на 5 человек в ячейке получается две с половиной тысячи КНБшников ну ребята это нереально мы знаем что у нас в Алмате если собрать всех полицейских с трудом столько наберется не говоря о комитетчик которых существенно меньше чем работников Министерства внутренних дел поэтому это я считаю очередная отговорка как когда кто-то говорит что вот меня уволят там меня на 15 суток посадят и так далее сейчас стоит выбор выжить или все-таки умереть другого выбора нет потому что эта болезнь нависает над каждым и как следствие вы знаете что многие из вас миллионы потеряли работу вы видите что это правительство неадекватные и никакого благодетствия при нем не будет и я считаю что пришло время объединиться и когда мы создадим такое количество ячеек по стране сотни и тысячи мы организованно выведем людей на акции протеста я хочу сказать что я сейчас уже мало выхожу в эфиры по сравнению с предыдущими месяцами почему потому что я каждый день в среднем разговариваем минимум с 50-60 человек и в ближайшее время это будет организован конвейерный процесс минимум по 100 человек в день обязательство у этих людей взять на себя организацию новых ячеек вот представьте я переговорил со 100 человек если они каждый из них приводит еще по 5 человек то фактически мы каждый день формируем 500 новых ячеек вы понимаете какая машина будет создана вот в течение нескольких месяцев поставлена задача перед штабом в Украине я перед собой поставил задачу в Алматы в Астане и в Шимкенте организовать не менее тысячи ячеек это 5000 человек в каждом из этих городов а в областных центрах приблизительно по 200 ячеек по 5 человек это ядро будет по 1000 человек и когда мы призовем выходить на митинги эта огромная масса просто хлынет на улицы страны организованная четко знающие что делать и важно другое меня спрашивают а что дальше а мы знаем что дальше мы единственная группа единственная политическая сила в стране и не только в Казахстане но и во всех странах СНГ которые четко декларируют как мы будем действовать какое государство мы построим без должности президента как будет управляться страна как народ будет контролировать власть мы четко расписали механизм как произойдет смена политического строя что преследовать мы будем только Назарбаева и его узкое окружение которых у которых украли миллиарды долларов у страны и у которых на которых на руках которых есть кровь наши граждан это около 200 человек мы не будем преследовать тех людей которые так или иначе все равно участвовали вместе в развитии партии Нуратан или в органах местной власти почему потому что мы не видим смысла устраивать охоту на ведьм нам надо двигаться вперед этот режим уже контролирует власть 30 лет и каждый так или иначе обмазался этой властью поэтому мы должны это все отодвинуть и привлечь к ответственности наиболее одиозных именно тех кто нанес непоправимый ущерб нашей стране то есть мы ясно понимаем что мы будем делать я вам могу сказать что ни одни революции которые произошли ни в Кыргызстане ни в Украине ни в Грузии ни в Армении не было такого чтобы политическая сила имела четкое видение четкая программа были заранее озвучены эти программы имела сотни тысяч сторонников и осталось нам сделать буквально последний шаг все эти идеи программы они должны зайти далеко и широко наши активисты это ядро эти ячейки они будут знать они и сейчас многие знают наши программы ДВК и вы понимаете что не будет никакого хаоса никаких столкновений когда многотысячная масса знает что делать четко организовано мы не допустим никаких мародерств мы защитим бизнес мы защитим граждан мы просто мирно сменим этот политический строй поэтому уважаемые друзья ждать нельзя надо бороться а для этого нам надо объединяться мы предлагаем очень простую конфиденциальную форму объединения создание ячеек только из близких и доверенных лиц вы создаете эту ячейку вы выходите на штаб номера телефонов ватсап телеграм и другие источники контактов я уже многократно сообщал и они будут еще раз тиражироваться в моих постах в новостных выпусках канала 1612 выходите на связь создавайте свои ячейки мы будем на прямом эфире с вами общаться договариваться и вы увидите что мы организуемся по всей стране именно сейчас наступил момент когда люди осознали нам с этим режимом до султана Назарбаева не по пути нация сейчас находится в опасности и мы можем изменить мы можем спасти свою жизнь мы можем действовать для этого надо объединиться есть политическая сила демократический выбор Казахстана давайте действовать Алга Казахстан спасибо Продолжение следует...